Полезный город Потому что многие родители хотят для них, может быть, найти какое-то новое место, да, найти какое-то более качественное образование или какое-то специализированное образование. Вот один из вариантов — это кадетские классы. Они есть в обычных школах, но есть у нас в Кирове и специализированное учебное заведение, частный кадетский колледж «Север». Может быть, вы нам расскажете, в чем разница, если я отдам ребенка в обычную школу или приведу его в такое специализированное учебное заведение? Ну, во-первых, мы приглашаем ребят с 4 по 11 класс. Берем на начало учебного года, в течение года и с января. Последнюю четвертую четверть набор не ведем. Чем мы отличаемся от других учебных заведений? Ну, в первую очередь, это наше кадетское образование. Это кадетский компонент, это строевая, огневая подготовка и уставная деятельность. Помимо кадетского образования, образовательная программа, она, как у всех, как обычно, во всех наших кировских школах, по всей России она одинаковая. Но плюс у нас разнообразная внеклассная работа. Есть внеурочная деятельность, это целый компонент IT-технологии, это целый такой спортивный блок, я бы назвала его даже так. Это занятие гиревым спортом, это обязательно занятие самбо, плюс к тем урокам физкультуры в обычных школах. И те ребята, у которых находятся круглосуточные, ну и те, кто на полнодневном пребывании, мы приглашаем заняться гиревым спортом. Три раза в неделю у нас свой тренажерный зал, это все идет плюсом. Помимо этого, вместо музыки, как мы ее понимаем, мы преподаем обучение игры на гитаре. То есть это по желанию, то есть у кого-то это очень хорошо получается, у кого-то менее. И в этом году еще добавили изодеятельность. То есть есть ребята среди кадет, которые более творческие натуры, и которые видят себя даже уже архитекторами. Раз в неделю мы проводим такие мастер-классы по изодеятельности. Очень много всего в вашем рассказе я услышала. Еще самое главное, чем мы отличаемся от обычных кадетских классов, это все-таки режимом. И тем, что с нашими ребятами и работают наставники-офицеры. Вот это самое главное отличие. Это мужчины в первую очередь. Они работают с ними 24 на 7. То есть сутки через двое они работают. Они погружены полностью в жизнь детей, знают про каждого, я думаю, что все. И такой момент — это построение. То есть все идет через построение. Это дисциплина, естественно, режим некий, к чему ребята привыкают. Это огромный плюс в воспитании. И вот теперь давайте по порядку попробуем. Вот смотрите, значит, в обычной школе, вы меня поправьте, если я неправильно что-то пойму. В обычной школе я привожу ребенка, он занимается свою смену, уходит домой. Первая или вторая смена — полдня. Если я правильно понимаю, у вас, во-первых, ребенок может либо круглосуточно жить в течение какого-то долгого времени, либо в течение дня с 7 утра до вечера. Это называется круглосуточное и полнодневное пребывание. Полнодневное — это ребята приходят к 8.00. Уроки у нас начинаются в 8.15. В 8.00 построение. Наставник здоровается, приветствует. Поют ребята на построении гимн. Поднимается флаг Российской Федерации. И в 8.15 — начало первого урока. Проходят уроки, кадетский компонент. Это все вместе, это все неразрывно. Моменты принятия пищи, они у нас так называются. Завтрак, обед, полдник. И в 15.30 заканчивается образовательная программа. Дополнительный час сампо. Сампо — это самоподготовка. То есть у всех ребят есть возможность целый час выучить домашнее задание. Но, естественно, что в час вот это не успевают. Потом итоговая строевая подготовка, построение итоговое. И в 17.30, в 18.00 детей отпускаем домой. Это те, которые полнодневные. То есть городские, как мы их называем, они уходят домой. А круглосуточные? Круглосуточные, да. Это, значит, для них это, то есть окончание учебной деятельности. Они проходят в интернат. Мы это, интернат называют это место проживания. У нас он находится на первом этаже нашего же помещения. И у ребят начинается такая, ну, я бы не сказала, вольная жизнь. Но все в режиме, все по времени делается. То есть они переодеваются. И вот эта внеурочная деятельность, она как раз начинается вот в это же вечернее время. До 19.00. В 19.00 снова построение. У них ужин. В 19.00 выдаются телефоны. То есть это возможность поговорить с родителем, созвониться с друзьями, поиграть в игры. И до полдесятого. Вот у них это свободное время, это общение. Старшие дети у нас выходят в город, в тренажерный зал, в большой они ходят. Кто-то ходит на тренировки, что мы не можем предоставить. Но есть возможность заниматься в городе. Мы это приветствуем. Кто-то, ребята ходят в бассейн, занимаются профессионально плаванием. Тоже по режиму. У всех графики есть. Ребята знают, кто куда ходит. Наставник их отпускает. Тренажерный зал в это же вечернее время работает. Гитара в это же время вечернее. Ну и плюс свободное время его никто не отменял. Это время общения между детьми. А условия проживания? Ну я бы сказала, ну близко. Ну я бы сказала, вообще это маленькая армия, когда дети у нас находятся круглосуточно. Это комната, где 10 кроватей. Ну такие близко. Это не перина. Это такая, я бы сказала, даже армейская дисциплина. Армейская такая картинка внутри комнаты. У каждого тумбочка. Прикроватный коврик они называют. Стол, сама кровать. Вот это их место в комнате. Есть две досуговые комнаты, где у ребят есть компьютеры, где они в принципе ведут свою подростковую нормальную жизнь, общаясь и в соцсетях. Ну это, конечно, определено по времени. Только с 7 вечера после ужина до полдесятого. А в 10 часов у нас отбой. Ну не забывайте, так как они с наставниками. Наставник их видит, слышит. Перед тем, как приступить к ужину, переодеться, они должны обязательно снять носки, выстирать. Идет построение. Наставник проверяет наличие чистых ног, выстиранных носков и так далее. В общем, полные. Ребята проживают разного возраста. Вот самый маленький в этом году, 10-летний, москвич. Вот представьте, 10 лет. Он вчера был с мамой, сегодня он уже без мамы. Но год прожив у нас, умеет делать все. И самое главное, он же дежурный по комнате бывает. То есть он и пол моет. Ну понятно, первое время приходилось и два раза перемывать, чтобы был эффект чистоты. Но сейчас получается все с первого раза, все дежурство сдает, становится таким ответственным, я думаю. Вы сказали москвич, то есть не только из Кирова ребята у вас. Вот те ребята, которые с круглосуточным проживанием, это 100% иногородние дети. То есть они, можно сказать, история с Южно-Сахалинска до Калининграда, полностью с севера, с Ямала есть, Камчатка есть, Краснодар. То есть со всей территории Российской Федерации мы принимаем детей. А вообще вот если на географическое расположение не смотреть, а вот вообще родителям, может быть, вы посоветовали бы, как лучше отдать ребенка на полнодневное или на круглосуточное проживание? Ведь здесь, наверное, и разный подход воспитания, формирования личности. Безусловно. Первый момент — это ценовая политика, конечно. Это отличаться по денежкам. То есть оплата за полнодневное пребывание и круглосуточное, но практически в два раза отличаться по цене. Другая ситуация еще в начале, это когда мы принимаем ребенка, обязательно тестирование с психологом. Это не всем показательно быть в таких условиях. Наша задача не сломать психику ребенка, а наоборот дать помочь определиться в раннем возрасте, кадет ли он, будущий военный или еще что-то. Для кого-то противопоказано это реально. Не надо ломать психику, но он не кадет, этого не надо делать. То есть если он проходит наше тестирование, мы видим, что ребенок способный принять, прожить такие условия, то, естественно, мы берем его к себе. Вообще, может быть, есть какие-то реальные случаи, расскажете, как ребенок меняется, живя у вас, как характер? Самый главный показатель тогда сам ребенок говорит о том, что вы не представляете. Я сама в должности недавно, два года, и, естественно, некоторые ребята уже живут и четвертый, и пятый год. То такая фраза, допустим, выпускника в этом году, он говорит, вы не представляете, какой я пришел, какой я был хулиган, условно говоря. А какой я выхожу сейчас, это два разных человека. То есть если я сейчас на каникулах нахожусь дома, и для меня там брошена одежда, мусор на полу, я маме там одно замечание, второе, я понимаю, что вот эти моменты, какие-то дефекты я вижу уже в своей взрослой жизни. Выходят они выпускники колледжа, им по 19, по 20 лет, это, в принципе, уже такие созревшие личности. То есть изменения есть. И когда слышим слова благодарности от родителей, когда ребенок учился уже полгода, то есть уже какую-то разницу родители видят. Ну, дисциплина, ответственность, это вот прежде всего, что появляется. Потому что режим, режим с 8 до 5 для городских, то есть это все по времени, все делается, четко нельзя опоздать. Если это общее построение, и ты где-то задержался, то, ну, я не скажу, что плохо будет, но некие наказания есть. То есть наказание это КСУ, это комплекс специальных упражнений в вечернее время. И наказывается не один ребенок, который, так сказать, накосячил, извините за выражение, а наказывается полностью класс, из какого он отделения класса. Это чтобы ребята понимали, что они коллектив, то есть в следующий раз такой ситуации не было. А вообще вот родители с какой целью чаще всего детей к вам приводят? Или может быть, я вообще здесь не права, и нельзя так говорить, что родители приводят это, не они должны решать? Первый вопрос при собеседовании, я задаю чью решение. Если ребенок говорит, меня привели, я родителям говорю о том, что задумайтесь, не время, может через год, может через два, пусть сам примет это решение. Есть ребята, которые говорят, да, это мое решение, я хочу, у меня дедушка военный, папа военный, я хочу быть летчиком. Я говорю, ну давай проверим, может это реально не твое, вот это папы, дедушки, но военная деятельность, она может быть не твоя. И естественно, он понимает, его это или не его предназначение. То есть здесь основная эта цель, какая все-таки вот тех, кто приходит обычно? Ну, как говорят наши наставники-офицеры, воспитать мужчин. Вот это, я думаю, что наша миссия из мальчишек сделать настоящих героев, может быть, для себя героев, потому что, допустим, из... Я не скажу, что у нас много плохишей там или еще, нет, таких у нас ребят нет, они все хороши по-своему. Вот еще такой момент, некоторые родители, когда отдают, говорят, связался с плохой компанией, нужно оградить. Вот особенно вот кто круглосуточно, шестой, седьмой класс, это же такой самый подростковый период, когда ребята ведутся, своего мнения совсем не имеют, ведомые в каких-то ситуациях. И вот они отправляют к нам, вот лишь бы отгородить, защитить, может быть, сказать так вот. Но, естественно, они выходят из той компании, попадают в наши условия, к нашим наставникам, у которых миссия сделать из наших парней мужчин. То есть мужественных, ответственных, решительных, которые отвечают за свои поступки. Эффект положительный. Безусловно, безусловно. По поводу мужественности, у вас ведь и девчонки есть. Есть и девчонки. В этом году у нас пять девчонок разного возраста, две семиклассницы. При том, что девчонки пришли с января года, и уже положительный отзыв одной от мамы. Прямо она позвонила и говорит, мы видим результат. Даже сам момент, что девочка стала стремиться идти в школу, она выезжает достаточно далеко по городу, живет, встает раньше, чем надо, едет. И вот этот один момент, что она стала стремиться идти в школу, для многих родителей это плюс. А девочки с какой мотивацией приходят к вам? Ну, заметьте, девчонки это не те барби-девочки у нас учатся, которые совсем уж прямо девочки-девочки. Нет, на собеседовании мне было бы тоже это видно и понятно. И психолог бы посоветовал родителям, что не стоит девочку сюда отдавать. Это не те условия, это парнячий коллектив, мужской коллектив, где есть свои правила, где есть свои условия. И не любая девочка, естественно, может принять, выжить, не выжить. Это, может, грубо сказано, но, в принципе, в какой-то сфере степени да. Есть девчонки, которые уже учатся у нас на СПО. СПО — это колледж. После, на базе девятого класса они поступили. И, то есть, это они уже владеют такими чертами характера, которые, ну, они пойдут дальше в правоохранительную деятельность. То есть, это женщины-полицвумены, так сказать. То есть, естественно, они обладают какими-то специальными чертами характера для этой будущей своей профессии. Но девочки, насколько я понимаю, не живут вот в этом общежитии. Да, условий, к сожалению, для проживания в интернете девчонок у нас пока нет. Ключевого слова — пока нет. Я думаю, что по спросу мы будем работать в этом направлении. Спрос есть, желания родителей есть, но пока условия не созданы. Я думаю, что это наша будущая задача — сделать небольшой интернат и для девчонок. Девчонки учатся пока только городские. Есть студентка, она у нас третий курс, она у нас из Коми, она снимает в городе квартиру. — Еще об атмосфере хочу вас спросить. Вообще, конечно, много уже мы с вами говорили о том, что это военная дисциплина. Но все-таки, может быть, у вас, как у директора, есть какая-то установка. Это атмосфера больше, все-таки, не знаю, казармы или это атмосфера семейная, атмосфера заботы друг о друге? То есть, как отношения складываются у наставников, у ребят? — Ну, я думаю, что это маленькая военная семья, где есть свои правила, условия. У нас есть устав, где все прописаны правила, которые нельзя нарушать. В принципе, в любой семье тоже есть приняты правила, какие-то праздники и так далее. Как и в нашей военной семье есть тоже и правила, и праздники, и традиционные мероприятия, и посвящение в кадеты. Я думаю, что это, ну, может быть, маленькая армия. Ребята понимают, что они не дома, они не в семье, они понимают, что родителей рядом нет. Но я не скажу, что у нас казарма или как-то холодно, психологически я имею в виду, некомфортно, тоже с этим не соглашусь. Вот что-то, я думаю, что среднее. — А вот этот период адаптации, он... — У всех разный, безусловно, он есть, у кого-то месяц-два привыкают хорошо к этому, у кого-то более длительный период адаптации. Но справляются, у нас работают психологи в этом направлении, родители звонят, просят, потому что в вечернее время, когда дети разговаривают, они же какие-то моменты сообщают им, то есть они до нас могут не донести, а родителям всё равно скажут. Вот тогда родители уже напрямую на нас выходят, просят поговорить, побеседовать, поднять там вопрос какой-то, что ребёнок не подошёл, не спросил, но проблема существует. — То есть для родителей общение свободное и с детьми по вечерам, и с вами? — И с учителями, и заучим. Если вопросы есть по учёбе, звонят и заучу, спрашивают, и насчёт каких-то, может, доп. уроков, какой-то общей успеваемости ребёнка, то есть полностью открытые. У нас есть закрытая группа ВКонтакте, где тоже родители видят нашу внеклассную жизнь, где мы делаем фотоотчёты всех тех мероприятий, куда мы ходим. Ну, естественно, карантин чуть-чуть в этом году нарушил наши планы, было меньше мероприятий, чем запланировано, но я думаю, что мы всё равно будем жить так, как жили раньше, ну, в тех условиях, которые мы сейчас приняли. То есть внеклассная работа, как она была, так и будет. По выходным ребята ходят в бассейн, те, которые вот круглосуточно. Во вторник мы ходили в ТЮС, в театр на Достоевского мальчики, спектакль очень понравился. — Сходить могут все, не только все. — Безусловно. Мы, если мероприятие внеклассное, выход в город, мы привлекаем ребят всех городских. Ну, естественно, по желанию, там, видите, семейная ситуация, кто-то где-то чем-то занят, но наша задача — сплотить полностью коллектив, чтобы он был большой и дружный. — А вот об учёбе ещё давайте подробнее, может быть, поговорим. Какова наполняемость в классах у вас? Это какой-то индивидуальный подход к ученикам или это большие, там, объёмные? — Классы у нас небольшие, по наполняемости до 10-12 человек в каждом классе. Но, естественно, где-то есть, я не скажу, это не додобор какой-то. Нет, если в этом году мы набрали 8 пятиклассников, их 8 человек и учатся. Мы можем в течение года кого-то принять. Можем, наоборот, были случаи отчисления, ну, там разные есть причины. Почему-то думают, что если платное учреждение, то мы должны терпеть всех хулиганов и так далее. Нет, если ребёнок мешает образовательному процессу, если он мешает жизни кадет, учителей и так далее, естественно, есть и исключения из правил, и ребята, конечно же, исключаем. Если есть академическая какая-то задолженность, естественно, тоже ребёнок предупреждается, студент предупреждается, приносятся сроки сессий и так далее, но если не выполняется, естественно, приказ об отчислении, как в любом учебном заведении. Вообще по обучению есть у вас упор на какие-то определённые предметы или именно спортивный блок больше всего развит? Образовательная программа, повторюсь, как во всех российских школах, она, мы не углублённое заведение, но скажу такой момент, что образовательная программа и внеурочная деятельность, на мой взгляд, они равны. Нельзя сделать что-то большее или по часам больше, или упор в внеурочку, или на кадетский компонент. Нет. Вот всё правильно в дозированном состоянии. То есть ребята и внеурочную деятельность получают, и образовательный компонент. То есть обычный образовательный компонент, а дальше дети выбирают. Кто-то больше спортом занимается, кто-то, как вы сказали, играет? Кадетский компонент для всех обязательен. IT-технологии для всех обязательно. Они прямо встроены в расписание. Допустим, у кого-то пятому урку, у кого-то четвёртым и так далее. Гитара для всех. А вот если тебе гитара нравится, то возможность в вечернее время посещать дополнительно, и то есть навык, естественно, будет развиваться. Плюс какие-то спортивные тренировки. Да-да-да. Самбо тоже вписано в расписание. Бонусом таким у нас для ребят с 14 лет есть прыжок с парашюта. Мы этим тоже занимаемся. У нас есть ребята, которые уже получили наградные эти значки. Есть у нас один человек уже с книжкой, где уже прямо фиксируются все прыжки. Он вот учится у нас на СПО, первый курс заканчивает. И вот он поставил себе цель напрыгать столько прыжков и заняться вот таким парашютным спортом. По поводу IT-технологий вы уже об этом говорили. Я посмотрела у вас на сайте. Появилось не так давно новое направление военный программист. Вот, может быть, подробнее расскажете, для кого это... Значит, в этом году был такой эксперимент, не эксперимент. Мы ввели расписание вот этот IT-технологий компонент. Он дается с 4 по 8 класс. Это та база, ну, эти дети, которые... Ну, естественно, для каждого класса на своем уровне дается. 9-й, 11-й класс не трогали, потому что это подготовка ОГА к ЕГЭ. Значит, ребята получили, получают в течение года IT-технологии. Если кому-то мы понимаем, что более интересный момент IT-технологии, мы планируем в следующем году набрать параллельно классы. То есть, ну, условно, мы набираем 2 шестых класса. В одном шестом классе полностью кадетский компонент, а в другом полностью IT-компонент. Но вот все этот общий режим огневая, строевая и так далее, она дается для всех одинаково. То есть ребенок помимо кадетского образования получает еще и компонент IT-технологии. То есть, если это соединить, то это военный программист. Это какой-то годовой курс? Безусловно, безусловно. Безусловно, это все расписано. У нас есть учебный план, прописанные часы, прописанные темы. Все согласно возраста. Если мы в этом году наберем и 10-й, то я думаю, что мы в 10-м более основательно дадим вот эту программу. В 6-й класс вы принимаете? Это, например, 6-й. Мы в любой принимаем. То есть, если родители, там, ребенка интересует это направление, то они могут прийти именно на него? У трех человек мы откроем класс параллельно основному. То есть, если наберем мы 10-й, ну, 3 человека в 10-й класс придем. Если мы на родительском собрании выбираем компонент IT, то, значит, учебный план у 10-го класса будет вот с эти технологии. А это что? Это робототехника? Что сюда входит? Робототехника — это начальное звено. Это четвертый, пятый. Нет, там более уже серьезно. Это программирование, сайтостроение, разные вот эти программы. Я сейчас не профессионал, я называть это не буду. Но это, естественно, они уже на выходе получат хорошее знание, которое вообще, в принципе, в жизни пригодится любому программисту. А вот по оборудованию, инфраструктуре, хотела еще вас спросить, оборудование все свое? Нет, пока... Если мы будем набирать... Не если, если классы наберутся, естественно, мы штат будем расширять. На данный момент у нас заключен договор с ИП, который нас обслуживает, который полностью они на этом зарабатывают условно все на свете. И они с нашими детьми работают. А по инфраструктуре, спортзалы, стадионы? Стадион «Динамо» у нас тоже в аренде зал. Раз в неделю ребята старших классов ходят заниматься волейболом, баскетболом. То есть это все по образовательной программе, по физкультуре они эти часы получают. То есть навык игры, волейбол, баскетбол, они, естественно, это получают. Есть свой собственный спортзал, где у нас татами. Вот как раз для занятия самбо, рукопашного боя, это физкультуры. Если это зима, лыжи — это парк Гагарина, где, в принципе, занимается и наш университет, и мы там, и лыжня есть, и беговые дорожки и так далее. Ходим в парк. Еще вот о психологе вы говорили, да, о штатном психологе. Вот, наверное, для меня, как для родителя, было бы еще важно вот такой момент, допустим, ну, отдала я ребенка, да, и вдруг он заболеет, еще что-то. То есть я буду переживать из-за этого. Так, психолог и заболела. Нет, еще раз. Есть в штате психолог, а есть ли врачи в штате? Естественно, есть полностью в нашем штате врач на целую ставку, то есть это восьми рабочий день, с восьми до вечера. Все ребята знают, куда обращаться. У нас свой медицинский кабинет, он все специализированный, аттестованный, все медикаменты есть, то есть ведутся все медицинские дела, медицинские карточки. Если нужно пройти кому-то какое-то обследование, у нас заключен договор с городской нашей больницей. В любом случае, если что-то случится с ребенком, мы вызываем скорую помощь, как обычно, как в принципе это делается всегда. Раз в год мы проходим школьный медосмотр, комиссия из врачей приходит к нам на территорию, у нас тоже заключен с ними договор, проходят медосмотр, дети сдают анализы. Если у кого-то погрешности какие-то в здоровье, наш врач следит, мониторит эту ситуацию и уже индивидуальная работа отскажет. Ну, еще, наверное, последний вопрос по поводу вот этого кадетского корпуса, да, и перейдем к еще одному вашему направлению, это СПО. А по поводу кадетского корпуса, вот интересно, вы следите ли, во-первых, за вашими выпускниками, куда они идут дальше, да, и вообще, куда можно пойти после окончания вот этой школы? В этом году у нас выпускников после девятого класса 10 человек, а после одиннадцатого класса 4 человека. После девятого класса ребята сдают ОГЭ, получают аттестат о девяти классах, и у них есть выбор идти к нам в десятый класс, или разъезжаются по домам и поступают уже куда-то у себя. Значит, есть возможность еще на базе девяти классов поступить к нам в СПО. СПО – это профессиональное образование, у нас есть правоохранительная деятельность, специальность юрист. Мы принимаем ребят, ну, я не скажу, что у нас какой-то дикий конкурс, нет, такого нет, самое главное – это документы, что сдано ОГЭ, ну, и, естественно, получен аттестат, ну, это главное условие. Но так как образование платное, мы приглашаем ребенка на собеседование. Собеседование проходит точно так же со мной, с психологом, то есть готов ребенок, не готов идти учиться с нами дальше. И вот весь этот детский компонент IT-технологий и так далее, он точно так же распространяется как на школьников, так и на СПО. То есть весь режим дня, что мы диктуем для наших школьников, это все проецируется на колледже. То есть и школа, и студенты, они стоят все на одном построении. То есть первое отделение – это как раз у нас колледж, это ребята первый, второй, третий, четвертый курс, а потом идут школьники. То есть вот эта связь взрослых и маленьких ребят, она прямо вот здесь у нас работает, так сказать. Как раз на мой следующий вопрос, в чем разница между вашим колледжем и между обычным колледжем? Ну и момент такого наставничества не среди взрослых, а среди детей. То есть ребята, которые студенты, СПО, они, у них есть возможность быть командирами у маленьких, у других отделений. То есть ребята, кто становится командирами, не становится не просто так. То есть это хорошая учеба, это какие-то лидерские качества, это некий авторитет. Только согласно вот все это, все вместе, ребенок может занять должность командира. От срочка от армии есть ли? Естественно, все как везде. А по срокам обучения? И когда вот можно уже начинать подавать документы к вам? Документы мы будем принимать, когда ребята получат аттестат за девятый класс, когда они сдадут ОГЭ. Как только документы у ребят на руках будут, они приходят к нам на поступление. В СПО той же же группы небольшие. До пяти человек мы берем, потому что смысла тоже больше нет. Индивидуальное обучение везде и всегда. И назначаются собеседования. Точно так же ребята приходят с родителями, назначаем собеседование и зачисляем. Ну и опять же, где можно работать после окончания? И может быть у вас есть связь с какими-то высшими учебными заведениями? Куда можно пойти сразу? Третий, четвертый курс. В учебном плане есть прохождение практики. Мы хотим, не хотим, ну, желаем и проходим в тех наших кировских учреждениях, где наших ребят берут и где они реально проходят реальную практику как юристы правоохранительной деятельности. А по поводу высших учебных заведений? Высшие учебные заведения. Вот на данный момент это четыре выпускника. Они у нас трое не кировских, то есть те ребята, которые с проживанием. Естественно, весь год их ведет наш психолог. То есть он их протестировал, посмотрел, кто куда гораст, у кого какие способности. Медицинские показания очень важны в военных высших заведениях, потому что медкомиссия, если, мало ли, какие-то непоказания, ребенок не сможет поступить. То есть он реально их ведет, реально помогает, заполняет анкеты, проходят какие-то собеседования, тестирования. То есть он их реально ведет. И самое главное, Е помогает определиться. Так как наш психолог – это человек с военным образованием, он сам в свое время закончил Суворовское училище, и он сам изнутри вот все это знает, как, где и как помочь нашим выпускникам. Из четырех трое точно поступают в высшее военное учебное заведение. У вас есть связь с этими учебными заведениями, да? Напрямую мы, там у нас нет друзей, я сразу говорю, не там, не там друзей у нас пока таких нет. Естественно, мы идем в общем потоке, но у нас есть много плюсов у детей. За парашютные прыжки, это в каких-то высших учебных заведениях даются по баллу, по два и так далее. Ребята получают значки ГТО, это тоже плюс один, где-то два, в зависимости от университета, баллы. То есть наш психолог помогает еще набрать вот эти некие баллы дополнительно к тем, как они сдают ЕГЭ. Вот еще лето впереди, есть ли у вас, может быть, какой-то летний лагерь, сборы военные? Да, они у нас называются военно-полевые сборы, будут проходить с 5 июня по 23 июня. Берем основная масса тех, те ребята, которые учились у нас. А, то есть можно прийти извне кого? Но это не основная получится часть. Вот на данный момент у меня 7 человек таких уже записано, но больше 25 человек мы не берем, потому что наши же наставники, мы едем своим коллективом. Больше 25 человек не возьмем, то есть это условно 18 наших, это 6, 7, 8 класс и плюс 7 человек новеньких. И как это все проходит? Какая-то жизнь в военном лагере воспроизводится? Ну, я тоже скажу, что ребята, если думают, что оздоровительный лагерь это развлекательная какая-то деятельность и так далее, у нас она тоже чуть-чуть не такая, то есть с утра до обеда планируется снова кадетский компонент. Это снова строевая, огневая, уставная деятельность, а после обеда уже то, что предлагает нам оздоровительный лагерь. То есть это какие-то и мастер-классы, какие-то развлекательные мероприятия, дискотеки, потому что это же мальчишки, это же подростки, которым тоже это все хочется и интересно. Ну, еще, наверное, заканчивается у нас уже время, но вот еще один вопрос. Вот сейчас у нас здесь на театральной площади проходят репетиции Парада Победы. Мы видим, что там ходят ребята-кадеты. Принимаете ли вы участие вот в таких городских мероприятиях? В нашем опыте такое и есть. На данный момент наша коробка из 24-х человек, ребят наших кадетов, принимаем участие. То есть вас мы тоже видим сейчас. Да, 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 да. Для кого-то это уже не первый парад будет среди мальчишек, а в основном это ребята много иногородних, которые примут участие на параде 9 мая. Ну и давайте итог подведем. Все-таки о сроках, может быть, скажем, да, когда уже можно начинать к вам приходить, подавать заявление, могут ли родители заранее приехать, посмотреть, как все устроено, может быть, поговорить с вами, там еще с кем-то из сотрудников. Сроки приема, в принципе, они уже обозначены. Мы уже, в принципе, начали вести приемную комиссию. Назначаются собеседования на следующий год. Как правило показывает, как опыт показывает, это весь май, начиная после майских праздников, четвертое, пятое, шестое записано уже, собеседование есть. Чем быстрее, тем лучше, потому что если из восьмого класса у меня основной состав пойдет в девятый, то есть я новеньких могу взять раз, два, три человека и не больше, потому что по уставу у нас написано не больше 12 человек в классе. На данный момент у меня в восьмой класс 10 человек, если не пойдут все в девятый, то у меня свободных мест будет всего два. То есть чем быстрее, тем лучше. По поводу приехать, посмотреть, как все. В любое время это все делается по звоночку, у нас есть приемная комиссия, специалист вас направит, подскажет, даст телефон, расскажет, где мы находимся. Первый раз можно приехать без всего, без документов, без всяких характеристик, без всего. С той целью, чтобы просто ознакомиться с нашим режимом, с нашими правилами, с нашей образовательной программой, с нашей внеурочной деятельностью. На всех посмотреть, на наставников посмотреть. Если визуально все нравится, тогда уже можно приглашать семью на собеседование, назначать время и проходить собеседование. Если все понравится, то мы зачисляемся, подписываем договор и ждем ребят. А куда звонить, обращаться или где, может быть, информацию можно подробно? У нас есть сайт, там все прописаны, правила поступления, телефоны. Казанская, 91, это наш адрес, находимся район филармонии. Ну, вроде все. Приходите, обращайтесь. Приходите, обращайтесь, будем рады всем. Но не забывайте, что самое главное – это желание ребенка что-то поменять, сделать. Естественно, родитель должен поспособствовать этому. То есть это очень отражаться на ребенке, когда делается не по желанию его. А когда идет ребенок по желанию, то и ребенок меняется, и родители меняются, и учеба налаживается, и учиться становится лучше, и из мальчишки вырастает настоящий будущий офицер. На этой ноте мы и закончим. Напомню еще раз, что в студии у нас была директор частного кадетского колледжа «Север» Ольга Чебакова, я Мария Кожевникова. Ольга Анатольевна, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. Полезный город